Девушки отдыхают Ты понимаешь, что сейчас гнул членом прямо в самое уязвимое место в нашей карьере? Я Патрудинов, а я Харламов Мы представляем нашу программу В ней нету смысла и нету морали Поэтому мы не на первом канале Сейчас начнется хэ-бэ-хэ-бэ-хэ-бэ Сейчас начнется хэ-бэ-хэ-бэ-хэ-бэ Сейчас начнется буквально через одну минутку Предстанем мы в образах разных ублюд Маньяков, подонков и наркоманов Просьба детишек убрать от экранов Сейчас начнется хэ-бэ-хэ-бэ Сейчас начнется хэ-бэ-хэ-бэ Сейчас начнется ХВ-2! Вячеслав Геннадьевич сказал, что примет вас через пять минут. Спасибо. Давай ты один бандишь. Может, Мишова одному начать делать? Уже пятый раз он назначает встречу, пятый раз ты на нее не приходишь по разным причинам. Честно говоря, мне уже надоело тебе прикрывать. Давай ты сам вот иди с ним, сам смету. Вот вырождай. Агар, ты понимаешь, мне просто стыдно ему в глаза смотреть. Ты нормально нашел, Баттер. Нормально. Я не прошел. Вдруг он знает. О чем? Ну, то, что я с его... Со Степой. Со Степой? А, я понял. Это про этот разговор состоялся на вечеринке ТНТ? Да. Про этот разговор и еще про один разговор. Чего? Короче, этот Степа очень хитрый оказался. Позвал меня к себе домой обсудить тот разговор на вечеринке. Мы еще раз поговорили. Баттер, ты вообще в своем уме. Ты понимаешь, что эти разговоры ваши со Степой, они просто... Они приведут к тому, что наше шоу *** пойдет, понимаешь? Ты должен держать свой рот на замке, Баттер. Игар, это понятно. Я к Степе больше в жизни не пойду. Леночка, позовите ребят. Хорошо, Вячеслав Геннадьевич. Заходите. Пошли. Давай ты первый, да. Ладно, давай, давай, иди, пожалуйста. Я клянусь, и зайду тоже. Добрый день, Вячеслав Геннадьевич. О, а я смотрю, что это потеплело. А это, оказывается, сам Баттрудинов снизошел зайти ко мне, нашел минутку в своем плотном графике. Извините, Вячеслав Геннадьевич, там дела просто. Извините. Смету принесли? Да, вот. Это что за приколы? Ростовое чучело коня без головы, но с большим конским членом. 250 тысяч. Это что такое, Тимур? Реквизит для скетча. Вы что, охренели что ли оба, а? Ребят, я ведь могу сделать так, что ваше шоу закроют. И что вы тогда будете делать, а? Ну хорошо, он Гарик, он на таланте проедет. А ты, Тимур, все. Кому ты будешь нужен? Вячеслав Геннадьевич, если вам не нравится смета, давайте ее перепишем. Зачем на личности переходить? Чего? Ты меня что сегодня решил? Взбесить, что ли, Тимур? Ты ко мне заходишь. Один раз в месяц. И при этом ты имеешь наглость объяснять мне, как я должен с тобой разговаривать. Тимур, ты пойми, я ведь могу в одночасье сделать тебя никем. Ну так уж сложилось, что это я твой начальник, а не наоборот. И ничего с этим не поделаешь, Тимур. Хорошо, что ты зашел. Я теперь, пожалуй, каждый день буду говорить своему мужу, чтобы он на тебя орал. Марина, не смешно. А мне смешно. Знаешь, мне для тебя есть сюрприз. О, смотри. Видал? Это что это? Подожди, ну это же очень дорого. Очень. Ты знаешь, такие часы, между прочим, у Емельяненко. Не, серьезно. Мой муж-то на днях встречался. Хотел какой-то проект его позвать. И я у него заприметил. Еще подумал, а как же такие часы идут таким брутальным мужчинам. Ну, таким, как ты. Брутал. Ну, слушай, Батр, я с тобой ссориться не буду никогда. Гар. Что, Гар? Если ты о себе не думаешь, так ты хотя бы обо мне подумай. Ты понимаешь, что если все это всплывет, то все. Слушай, а что они съемки-то не начинают? Уже пора. Так. Это что такое было? Что? Ну-ка. Дайтуна. Марина подарила. То есть ты, получается, Альфонс? Какой Альфонс? Альфонс это долгосрочное пользование. А это так, разовый подарок. Значит, ты одноразовый Альфонс. А может, ты просто мне завидуешь? Да, конечно. У тебя вообще кукушка улетела только что, да? Ну, а что, есть чему завидовать? Мои свободные отношения. Мои шикарные часы. Ни того, ни другого ты себе позволить не можешь. Твои свободные отношения мне на хрен не уперлись. А вот такие часы, как у тебя, я могу завтра себе купить. И не натрахать, как некоторые, а купить. О-о-о. Угу. Вячеслав Геннадьевич, здравствуйте. Да, мы сейчас приедем. Да, я могу. Хорошо. До встречи. Что он хотел? Зовет меня на ТНТ одного. А, ну, конечно, все сходится. Он хочет предложить тебе новое шоу вести. Какое? Женократ на ТНТ. Очень смешно. Завистят на ТНТ. Не хочешь провести? Тебя же зовут. Так. Завидую ему. Угу, конечно. Сколько? Так, а это что? Я хотел извиниться. Ну, я на тебя вчера накричал, но это... Я, на самом деле, этого не хотел. Вячеслав Геннадьевич, я не обиделся совершенно. Рабочий момент, я все понимаю. Просто у меня сейчас проблемы. Жена моя, Маринка, сука. Я чувствую, что у нее кто-то появился. А с чего вы взяли? Вот. А что это? Это уголок от презерватива. Я нашел на полу у нас в спальне. Может, это ваш? Ну, мало ли, как он еще мог в дом попасть. Там, ветром задуло или ботинку прилип. Маринка мне вот приблизительно то же самое сказала. Только я что-то за 30 лет совместной жизни ни разу у себя в спальне уголок от презерватива не находил. Все. Иди. И главное, никому об этом вот не рассказывай. Понял? Могила. А этого, я найду. И ему очень-очень-очень плохо будет. Мачалов Геннадьевич. Да. Давайте просто спокойно вместе подумаем. У вас есть уборщица? Есть. Любовь Николаевна. Вот. Любовь Николаевна. Садовник есть? Есть. Решат. Вы не предполагали, например, что Любовь Николаевна и Решат, Решат, воспользоваться хозяйской спальней по назначению? Любви Николаевне 59, Решату 23. Может, кто-нибудь еще у вас мог быть дома, ну, не знаю, рабочий, там, доставщик пиццы. В кулере воду меняют. Но это тоже все накачанные молодые мужики. Им старая бабка не нужна. Вот. Ты хочешь сказать, что Решат и вот эти вот накачанные мужики с кулером... А как иначе? Нет. Это вряд ли. Просто взгляд со стороны, я вот корпоративная вечеринка, то, что у нас была, я вот на первое, что обратил внимание, это вот на ваши с Мариной отношения. Ну, видно сразу, что у вас любовь. Да? А может, я правда все это зря, а? Накручиваю себя зря. Да, конечно. Слушай, Тимур, вот спасибо тебе за поддержку. А ты ведь, я знаешь, до чего дошел? Я даже собирался своих знакомых из ФСБ к этой истории подключить, за Маринкой следить. Не надо ФСБ. Не надо ФСБ. Тимур, можно я тебя обниму, а? Да, конечно. Спасибо тебе, спасибо, Владимир Иванович. Ты даже не представляешь, как ты меня поддержал. Кстати, часы очень хорошие. У Федора Емельяненко такие же, знаешь? Здравствуй, отец. Здравствуй, Лучиан. Ты хотел поговорить со мной? Да. Ты знаешь, Лучиана, что наша семья Капулейки контролирует половину этого города. К сожалению, вторую половину города контролирует эти ублюдки. Семья Монтелло. Это бессмысленная, кровопролитная война. Поэтому я решил положить ей конец. Наконец-то, отец. Я давно ждал, когда ты решишься на этот шаг. Как мы это сделаем? Может быть, отравим их вином? Нет, лучше взорвем их на празднике святого Стефана. Нет, Лучиан, мы не будем делать ничего из этого. Боже! Это же Дон Монтелло! Отец, ложись! Нас предали! Лучиан, успокойся. А я сам пригласил Дона Монтелло к нам. Убери пистолет и встань. Единственный способ ли остановить нашу кровопролитную войну, это объединить наши семьи. Но для того, чтобы наши семьи объединились, нужно, чтобы дети наших двух семей вступили в брак. Ты абсолютно прав, сынок. Но, насколько я знаю, у Дона Монтелло есть только сын Жузеппо и нет дочерей. И у меня нет сестер, я единственный твой наследник. Ты абсолютно прав, Лучиан. Но как же мы тогда объединим семьи? Все очень просто. Вы с сыном Дона Монтелло поженитесь. Что? Да, гей-браки в Европе сейчас очень популярны. Единственный шанс остановить нашу кровопролитную войну, это идти в ногу со временем. Но я не могу жениться на нем. Тебе не нужно жениться на нем. Ты просто выйдешь за него замуж. Замуж? Да. Ты же знаешь, что в гей-браках есть активный, а есть пассивный. Ну, то есть тот, который играет роль невесты. Ты также знаешь, что за невесту положен откуп. Ну, а из-за тебя, как за невесту, Дон Монтелло отдаст нам южные районы города. Мы все обсудили с Доном Монтелло. Отец, я тебя, конечно, очень люблю, но... Лучиан, ты давал клятву нашей семье. Ты поклялся, что ради нашего благополучия ты пойдешь на все. Ты клялся, Лучиан? Клялся. Вот ты где. Быстрее, сынок, бери автомат. А что случилось, отец? Убьем этих ублюдков Монтелло прямо в их логове. Папа, я же специально вышел замуж, чтобы у нас с ними было перемирие. Если б ты знал, через какие унижения мне пришлось пройти. Это все было частью моего плана по уничтожению этих ублюдков. Ты сделал для семьи очень большое дело. Ты настоящий капулекий. Ну что ж, тем лучше. Убьем их всех. Всех, кроме твоего мужа. Ну почему? Давай ее мужа убьем. Нет, нет, ты же знаешь, как я отношусь к семье. Браки мы заключаем перед лицом Господа, поэтому это навсегда. Но, папа... Никаких «но». Вперед, капулекий! Быстрее! 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 Карла! Сенька, привет! Ничего себе! Привет! Какими судьбами тут? Да мы тут в соседнем павильоне комедий баттл снимаем. Ну и как там? Да как обычно. Либо дебилы, либо инвалиды. Ну да. Ну уже все до маразма доходишь. Сейчас глухой парень читает стендап. Да ладно. И все аплодируют. Светлаков рыдает, короче. Ну а кто победит, понятно же? Говорят, что племянник Мартироса должен победить. Да. Ему, в общем, пишут шутки, все авторы комедий-клаб теперь. Но он даже читать по-русски не умеет. Я все... Кошмар. Ох, слушай, все, я пойду. Часы классные. Да? Спасибо. Я себе тоже купил, смотри. Уже два дня ношу, мне прям кайфуют. Круто. Че, сейчас прикалываешься, что ли? Это же подделка оголимая вообще. Это же видно. Да? Ну посмотри, стекло пластмассовое. Во-вторых, написано там с ошибкой, с вислом. Что, прям сразу видно, что подделка? Мне сразу видно. Для меня просто настоящий, я поэтому как бы... Вот. Ага. Ну да. Они эти даже тяжелее намного. Ну, откуда ты их взял вообще? Да мне костюмер продал пару дней назад. Вот, сука, уволил его. Ну сразу видно, что это подделка, да? Ну, мне сразу видно. Я не знаю, может, бомжам каким-то не видно. Ладно, все, давай. Спасибо, Сейк. Все, я пошел. Давай, удачи. Давай, Сейк, пока. Сейк, пока. Что, уже соскучился? Марина, нам надо серьезно поговорить. Не пиши мне больше и не звони. Хорошо. Как же так вышло-то, а? Может, не будем прекращать? Давай снимем квартиру, будем встречаться там. Тогда он точно ничего не узнает. Так неправильно. Это наша финальная встреча. Ну, как скажешь. Ты хочешь меня обидеть? Часы – это подарок, слышишь? Марина, я не заслуживаю таких подарков. Ну, слушай, хватит вести себя, как ребенок, а? Так будет правильней, Марин. Мариша! Ты где? Я здесь! Нет, в окно. Слава. Мариша. Это тебе. Мне? Цветы. Я люблю тебя. Что с тобой? Зачем ты бросил цвет? Давай уволим Ришата. Я Харламов, я Горик Харламов. Теперь я один снимаюсь в программе. А где же Тимур? Что от вас? Я вопрос. Он трахнул супругу нашего босса. Теперь глубоко в земле он зарыт. А члены он где-то отдельно лежит. Сейчас начнется хе-хе-хе-хе-хе. Сейчас начнется хе-хе-хе-хе. Сейчас начнется хе-хе-хе. Два... Блин, всю ночь не мог уснуть. Думал, что было бы, если бы он нас застукал? Да ничего не было бы. Ничего. Ни тебя, ни шоу, ничего не было бы. Угу. Вячеслав Геннадьевич, здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич. Здесь? Ну, конечно, подходите. Чего он хочет? Говорит, на съемки пришел посмотреть. Кстати, сколько времени-то вообще? В кадр позовут когда-нибудь или нет? Часы. Здрасте. Здорово. Здравствуйте. Ты пялишь мою жену. Я не пяли. Сначала улыбился ей на презентации. Потом ты просил за ней не следить. А вчера ты забыл вот эти вот часы. Так что... Пожалуйста. Помоги! Вячеслав Геннадьевич, не надо, пожалуйста. Да-да. Не может быть. Он их на площадке оставил. Может. Может. Эти часы есть, значит, все может быть. Ой. Как вообще съемки идут? Как вообще съемки идут? Вячеслав Геннадьевич. Подумал, что это ты. Не, ну мы же с вами выяснили. Это не я. Чьи это часы тогда? Да, Вячеслав Геннадьевич, чьи угодно могут быть, но не мои точно. Не. Не мои. Этого не может быть. Чего? А если это часы Емельяненко? А? Я видел у него точно такие же часы. Потом я его знакомил с женой. И куча была, как после Медведя. Твою-то мать! Да. Ну, а может, у них это так, на один раз. Или просто посовокупляются и перестанут. Или уже перестали. Слава Геннадьевич. Я бы тебе в долгу, спроси мне все, что хочешь. Не, ну, было бы здорово, если бы мы с Харламовым сами скетчи утверждали. Слава Геннадьевич. Я Батрудином. А я Харламов. Вы посмотрели нашу программу. Мне не было смысла, а также морали. В общем, все-то, как мы обещали. Вы посмотрели. Хэ-бэ. 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 Вы посмотрели. Хэ-бэ. 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 Вы посмотрели. Вот и закончилась наша программа. Можно вернуть детишек к экрану. Хотя в любом случае все малолетние эту программу найдут в интернете. И там посмотрят. Хэ-бэ. 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 И там посмотрят. Хэ-бэ. 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 И там посмотрят. Хэ-бэ. Хэ-бэ. Субтитры создал DimaTorzok